Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне 23 года, парню тоже в отношениях 3 года жили вместе год, разъехались недавно из-за большого количества ссор. Быть. Проблема в том, что мой парень постоянно помогает своим родителям. И здесь речь не о серьёзных моментах. То есть, например, сделать то, что они и сами могут без него. То есть, мы жили вместе, и он сначала делал их дела, затем делал наши. Я ему говорила, что это странно, что нужно сначала делать наши дела, а потом уже родители. Я не против помощи родителям, но когда это переходит все границы, это уже странно. В итоге, мы редко проводили время вместе, все дела по дому, и не только делал я одна. Есть ещё один момент, который меня не устраивает. В баре ничего не нагулялся, он хочет купить машину. У меня цели на ближайшее время другие, я хочу сделать ремонт квартиры и сменить работу. Подходит время, когда я буду готова к браку и детям, но мой парень хочет ещё погулять. На мои вопросы про семью и детей редко готов ответить. Сказал только одно, что он пока не готов, и что он точно хочет детей и семью. Что с этим делать, я уже не знаю. Я говорил насчет родителей, что они должны знать меру у нас в своей жизни. Он такой человек, мой парень, что отказать не может. Мы часто из-за этого ругаемся, что он всем помогает, а я всё на себе тащу. Было время, когда он помогал нам платить на кредит, а я на свои копейки на собой их кормила. Потому что он последние деньги и зарплаты отдавал ей. Пожалуйста, помогите, как быть в этой ситуации. Все знакомые говорят, что бессмысло, что ничего не изменить, он никогда ничего не захочет. Задает вопрос аноним. Мне кажется, что вот для психолога вам нужно более конкретно сформулировать вопрос. Ой. Да? Вот. Как быть, чтобы что? Ну, чтобы что, как быть? То есть, чего вы хотите? Себе разобраться, например, да? Или вы хотите отношения с парнем гармонизировать? Или вы хотите расставания пережить с ним? Потому что, ну, например, вот. Допустим, ну, как-то понимаете, что с этим человеком вам не по пути. Например. То есть, проблема здесь, на мой скромный взгляд, заключается в том, что вы с одной стороны вроде как уверены в себе, с одной стороны, вы вроде как знаете, чего хотите, а с другой стороны, как будто бы постоянно напарня пытаетесь опереться. Понимаете, какая штука? И все время вам как будто бы для продвижения, для реализации своих целей нужен кто-то, нужен парень. Я бы сказал, что проблема выглядит вот так, таким образом. Вы говорите о том, что пащите все на себе. С точки зрения психологии, в этом и есть проблема. Что вы действительно тащите все на себе. Есть даже такой сценарий жизни, который называется «Маточка Хаберт». На мой взгляд, вы вполне можете этот сценарий продвигать, где вы все тащите на себе. Вот, надеетесь, что вам помогут, надеетесь, что как-то вот что-то для вас сделают. А этого все, все не происходит. Вот. Этого все не происходит. И вот как бы проблема, она, на мой взгляд, в том и заключается. Понимаете, да? То есть, вы все время себя как будто бы пересиливаете, вы все время себя как будто бы заставляете что-то делать. Такое время превозмогает себя. А это же не совсем свободная позиция. Вот. И отсюда у мужчины складывается впечатление, что вы сильно, что вы сверхсильно. Вот. Что вы все можете сделать сами. Понимаете? Поэтому, в первую очередь, я думаю, вам имело бы смысл, вот, первое, на что я думаю, вам имело бы смысл обратить свое внимание, да? Это она модель поведения, которое вы продвигаете. То есть, я имею в виду, что если у вас есть какие-то желания, если у вас есть какие-то преподчтения, если вы считаете, например, что что-то как-то должно быть, то свою позицию нужно продвигать. Вот. А вы этого, на мой взгляд, как раз не делаете. Следующий важный момент – это вопрос семьи. На мой взгляд, как мне показалось, вы как-то к семье относитесь как к обязанности, да? То есть, вот, я готова уже, там, скоро буду готова. То есть, семья для нас, как будто бы это вот что-то такое обязательное. Обязательно. И, понимаете, это может быть так. То есть, это, в общем и целом, неплохо. Вот. Но, мужчину вам, тогда, мужчина вам, тогда, вероятно, нужен другой. Вот. Понимаете, да? И, это ваша ответственность. Как мне кажется, что вы, почему-то, ждете от человека, что он будет таким, каким вам нужно. Чтобы он был. А у человека, в этом смысле, свои предпочтения. У человека, в этом смысле, свои какие-то мысли. У человека, в этом смысле, свои приоритеты, они, эти самые приоритеты могут быть. Ну, в смысле, могут существовать. Вот. А вы, как будто бы, вот, со всем этим пытаетесь бороться. И, как мне кажется, в основе этого лежит ваша определенная тревога какая-то. Да? Ну, то есть, тревогу, вот, еще нужно разбирать, с чем она связана, да? Что она не всегда представляет, но тревога, очевидно, присутствует совершенно у вас. И страхи, возможно, страх перед будущим и так далее. Вот. Ну, и, наконец, последнее. Последнее, о чем я бы, вот, конкретно сейчас хотел бы вам сказать. Что общего между вами и молодым человеком? На данный момент, что общего между вами? На данный момент, что вас объединяет с ним? Что на данный момент вы чувствуете к мужчине? Вот именно чувствуете, именно чувствуете к нему? Как вы его воспринимаете, например? Вот. Мне кажется, что это очень важный момент, на который вам имеет смысл обратить свое внимание. Так же важным моментом является предмет ваших ссор, а конкретно ваш склад в ссоры. То есть, вот. Какой именно вы вносите вклад в конфликт? С... 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 Ну, вот. С... 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 Ну, то есть, я надеюсь, вы понимаете, что... без вашего участия, ссоры бы не было. Вот. Поэтому тот факт, что... Вы ссоритесь, это в том числе и ваша, вот, в какой-то степени ответственность. Поэтому необходимо именно вам поисследовать то, что вы делаете для того, чтобы ссоры стали реальностью. Реальности. Вот. То есть, поисследовать свой в них вклад. Вот. То есть, поисследовать свой в них вклад. Вот. То есть, тут, опять же, вот, решать этот момент, эм... Исключительно вам, и... И только вам. Вот. Ну, в любом случае, ситуация такая. Да. Поэтому... Постарайтесь определить, эм... Что делать, вот. В первую очередь, чтобы что. И дальше по всем тем моментам, которые я описал. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я надеюсь, что он предложил вам пищу для размышления. Мне там... Было бы здорово, если бы у меня это получилось сделать. Вот. Отношения вы можете еще сохранить. Вот. Ну, а если вы будете работать над собой. Да. И потихонечку, вот, выходить из эм... Эм... Конфликтной модели поведения. Вот. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, и вам она пригодится.